За время своего существования человечество накопило огромное количество тайн и загадок, которые на первый взгляд кажутся нам абсолютно неразрешимыми. Пришло время пролить свет на белые пятна в нашей истории, что бы это ни было. Судьба древнего артефакта или закулисная борьба за власть? Тайна загадочного убийства или холодный расчет сильных мира сего? Ничто не останется нераскрытым, ведь после любого преступления остаются улики. В нашем случае это улика из прошлого. С самого начала специальной военной операции украинские диверсанты взрывали мосты, тем самым рассчитывая остановить наступление на Донбассе войск России, ДНР и ЛНР. Но не было случая, когда такие разрушения становились бы непреодолимой преградой. Инженерные войска российской армии быстро наводили понтонные переправы. Летом 2022-го оперативно под огнем противника наши инженерные части возвели мост, по которому пошли даже не танки, а тяжело груженные железнодорожные составы. Но как военные строители научились за считанные часы решать столь трудные инженерные задачи? Ответ в нашем прошлом. На победном этапе Великой Отечественной войны саперы ежедневно преодолевали тысячи препятствий, обеспечивая быстрое продвижение Красной Армии. Разминирование, прокладка дорог среди руин, наведение сложнейших переправ. Именно тогда армия приобретала и оттачивала опыт форсирования природных и искусственных преград в боевых условиях. Не оставались военные строители без работы и в послевоенное время. Корея, Ближний Восток, Куба, Вьетнам. Но почему, даже несмотря на колоссальную практику и отменную отечественную инженерную школу, при вводе в Афганистан ограниченного контингента советских войск, некоторые хорошо знакомые нашей армии задачи оказались для нее полной неожиданностью? 12 декабря 1979 года генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев и спецкомиссия Политбюро ЦК КПСС решают ввести в Афганистан советские войска. 25 декабря части 40-й армии перешли государственную границу Афганистана. Так началась Афганская война. Она стала самой длительной в истории СССР. Военное присутствие продолжалось более 9 лет, но и спустя десятилетия после выхода из Афганистана не утихают споры вокруг той войны. Стоила ли игра свеч? Что же стало причиной принятия тяжелого решения ввести войска? Официально было заявлено помощь дружескому афганскому народу. Есть версия, что решительные действия стали необходимы после того, как наша разведка узнала о сотрудничестве. Главы Афганистана Хафизулы Амина с ЦРУ США. Войска вели, опасаясь, как бы наш южный сосед не ушел под Соединенные Штаты. Существует также гипотеза, что имелись планы размещения в Афганистане американских ракет средней дальности. И мы буквально в последний момент предотвратили эту опасность, ведя туда ограниченный контингент. По другой версии, была спланирована грамотная политическая ловушка, разыгранная американцами и англичанами. Они хотели заманить Советский Союз в долгую и разорительную войну. Какой же из этих вариантов наиболее правдоподобный? Хватало ли технического оснащения на начальном этапе? И как уже в ходе боевых действий купировались просчеты, допущенные при пересечении границы с Афганистаном? Почему создание моста для ввода войск в Афганистан чуть не убило наших строителей? Объясним в ходе лабораторного эксперимента. Был ли у Генштаба Советских Вооруженных Сил запасной план на случай, если бы форсировать реку Амударью не удалось? Пришлось думать, как же в дальнейшем преодолеть вот эту вонную преграду. Секрет рискованной переправы. Можно ли с его помощью разгадать тайну ввода ограниченного контингента советских войск? И мы окончательно приняли решение о вводе войск в Афганистан. Что делал в Афганистане танк с двигателем от реактивного самолета? Он мином оголял, в прямом смысле этого слова. И почему сейчас наших ветеранов в Кабуле встречают как уважаемых гостей, а офицеры армии США вернуться в Афганистан? Не смогут никогда. 25 декабря 1979 года через реку Амударья в районе узбекского города Термес начался ввод в Афганистан советских войск. На тот момент не было ни одного автомобильного или железнодорожного моста через стремительную Амударью. Сама река Амударья очень сложная. В месте, где намечены были участки переправы войск, она достигала ширины до 900 метров. Скорость течения 4-5 метров в секунду. Вот все. Понтанные парки рассчитаны были на скорость течения до 2,5 метров в секунду. Получается, что даже чисто теоретически форсировать реку нельзя. Тем не менее, в 7 часов утра 25 декабря началось укращение Амударьи. Чтобы выяснить, с какими трудностями столкнулись тогда военные инженеры, проведем эксперимент. Центральный научно-исследовательский испытательный институт инженерных войск Министерства обороны России, называемый еще Институтом военных инженеров. Его гидролаборатория плавающих средств позволяет смоделировать ситуации, возникающие в сложных природных условиях. Перед вами находится модель фонтона мостового парка ПП-2005. Это модель парома, состоящего из двух речных звеньев. Вот одно и второе речное звено. Главным полигоном уникальной лаборатории, у которой в России нет аналогов, является вот этот бассейн длиной 55, шириной 6 и глубиной 2 метра. Именно он позволяет испытывать модели любых инженерных плавсредств Министерства обороны. Данная модель является полным прототипом речного звена в размерах 1 к 10. Имеется в пароме в штатном Апарели. Апарели откидываются на берег, и по ним заезжает танк. В бассейне можно смоделировать и скорость течения. Только двигаться будет не вода, а сам образец проходящей испытания. Он цепляется к буксировочной тележке, которая установлена на рельсах над самым бассейном. Эта тележка и тащит за собой модель, тем самым имитируя течение воды. Сейчас мы попробуем сымитировать состояние речного звена, которое можно было применить на Амударье на тот момент, когда наводилась переправа. Движение будем доводить до максимальной скорости течения, имитирующей где-то 5-6 метров в секунду. Начинаем движение. Как видим, при скорости течения реки, как на Амударье, ни о каком движении по понтонному мосту тяжелой техники не могло быть и речи. Но не является ли такая неготовность к созданию надежной переправы через Амударью прямым свидетельством того, что решение о вхождении частей советской армии в Афганистан было скороспелом? Был ли вообще проработан план создания понтонного моста через Амударью саперами прежде, чем поступил приказ о выдвижении войск? К этим вопросам мы еще вернемся. Это Нур Тараки, генеральный секретарь Народно-демократической партии Афганистана. Другом Леонида Брежнева его назвать нельзя. Но понимали они друг друга чисто по-человечески неплохо. А это Хафизула Амин, премьер-министр Афганистана, сподвижник Тараки и его убийца. Но что, или даже может быть кто заставил Амина пойти на такое предательство? Какие у него были мотивы расправиться с другом и соратником? И верно ли, что именно смерть Тараки спровоцировала войну событий, итогом которой стал ввод ограниченного контингента советской армии в Афганистан? Секрет рискованной переправы. Можно ли с его помощью разгадать тайну ввода ограниченного контингента советских войск? Кто и как в итоге создал сверхнадежные крепления для стратегического моста? И при чем тут штопор? Покажем в ходе наглядного эксперимента. Что делал в Афганистане танк с двигателем от реактивного самолета? Он минимум огонял, в прямом смысле этого слова. И почему сейчас наших ветеранов в Кабуле встречают как уважаемых гостей, а офицеры армии США вернуться в Афганистан? Не смогут никогда. За полтора года до описываемых событий, 27 апреля 1978-го, в результате революции в Афганистане сменилась власть. Президент Мохаммед Дауд Хан был свергнут и убит. Погибли и пятеро его детей. И к власти пришла, ну скажем так, левая хунта молодых офицеров, среди которых были Тараки, Амин, Кармаль. Их переворот не был согласован с СССР. Однако они искренне полагали, что знают лекарства от афганской болезни. Про-коммунистические лидеры думали, что выведут страну из феодального средневековья к светлому, хотя и призрачному социализму. Попытки резко изменить образ жизни, внедрить европейскую одежду, направить с села женщин в качестве учителей. Это вызывало смущение и очень активно использовалось в пропаганде исламской оппозиции. Многие мусульмане Афганистана восприняли социалистические порядки буквально в штыки, то есть взялись за оружие и стали вырезать левых активистов. Как раз в это время США своими друзьями провозгласили всех врагов СССР и стали активно помогать афганским маджахедам. Фактически успех проамериканской оппозиции вооруженной привел бы к формированию в Афганистане резко антисоветского, причем даже вполне террористического режима, который мог бы представлять угрозу для дестабилизации Центральной Азии. Казалось бы, в такой ситуации ориентированная на СССР правящая партия Афганистана должна была бы сплотиться, но вместо этого среди ее лидеров началась самая настоящая грызня за власть. Тараки был убит заговорщиками во главе с Хафизулой Амином в октябре 1979 года. Он очень проводил политику такую кровавую, репрессии развязал. Проглотить молча убийство Тараки, с которым, как тогда писали в советской прессе, в теплой и дружественной обстановке встречался сам генеральный секретарь Леонид Брежнев, Москва не могла. Тем более, что при Амине обстановка в регионе стала только хуже. До нашего года шла гражданская война, и она была нам не на руку, а Амин, наоборот, нагнетал вот это вот противостояние в обществе. Поэтому его убрали, заменили на бобра как кармана. Казалось бы, когда спецназ КГБ СССР ликвидировал Хафизулу Амина, проблема была решена. Но зачем же тогда было вводить в Афганистан еще и армейские части? Причем делать это с риском на очень неудобном участке, через коварную Амударию. Звенье будущего моста река рвала из рук наладчиков понтона, кружила, не давая возможности стыковать их. Тем не менее, переправу удалось все-таки навести и удерживать с помощью мощных двигателей вспомогательных катеров. Но сколько они продержатся, никто не знал. После того, как вот были наведены эти переправы, их для того, чтобы сдержать вот эту скорость, нужно было постоянно держать очень много средств моторизации понтонных парков. Это буксирно-моторные катера, которые держат на плаву вот этот понтонный парк. Для обеспечения переправы в ход пошли дополнительные буксиры речной флотилии и маневренные гусеничные плавающие транспортеры. Только так силой постоянно включенных двигателей удавалось держать звенья моста в стремительном течении реки. Вскоре с большим риском по мосту пошли первые подразделения 40-й армии. Переправа началась вовремя. По мосту первого перешли саперы, дорожные подразделения. Но катера и гусеничные плавающие транспортеры не могли заменить постоянные мостовые опоры. А на их возведение в таком потоке не было времени. Поэтому пришлось думать, как же в дальнейшем преодолеть вот эту водную преграду, допустим, на длительный срок. И думать надо было быстро. Ведь военно-транспортной авиации тяжелую технику не доставить. Но почему советское руководство было готово даже на такой, очень рискованный вариант вхождения в Афганистан? Что же такого успел натворить Хафизулла Амин? И чего боялись лидеры СССР? КГБ подозревало, что завербовали его в США, когда он руководил землячеством афганских студентов. Летом 1979 года в отношении Амина подтвердились самые тревожные опасения. Американские спецслужбы при нем стали чувствовать себя в Афганистане как дома. В июле только туда прибыла наша группа из состава «Зенита». Значит, это спецназ госбезопасности по линии нелегальной разведки, ПГУ, КГБ. То есть мы только начинали там такую рекогностировку всей ситуации. А американцы активно действовали. Впоследствии, после того, как советский спецназ ликвидировал Амина, в его записной книжке была обнаружена собственноручно сделанная запись. CIA. А далее номер американского телефона. CIA – это ЦРУ. Но почему, заменив американского агента на более лояльного и предсказуемого Бабрака Кармаля, Москва не была уверена, что новый лидер сам удержит власть? Хорошо известно, что маджахеды не испытывали проблем с оружием, которое поставлял Запад для войны советскими войсками. Знаменитый автомат Калашникова. Его производство, кстати, было освоено во многих странах. А вот это американская винтовка М-16. Ну, неплохое оружие. Правда, менее надежное, чем наш Калашников. А это советский ручной противотанковый гранатомет РПГ-7. Простой и эффективный. Впервые его применили еще во Вьетнамской войне. И до сих пор он стоит на вооружении десятков стран. КГБ еще за полгода до ввода ограниченного контингента точно знала, что маджахедам оружие и боеприпасы в огромных количествах стали поставлять страны-члены НАТО. Мины поставлялись в десяток стран, это, наверное, точно. Это США, Англия, Франция, Германия, Италия, Израиль, Пакистан, Иран, Китай, Бельгия, Швеция. Кроме того, на территории Пакистана и Ирана располагались тренировочные лагеря, где маджахеды проходили боевую подготовку. Маджахедов 100 тысяч как минимум подготовили, вооружили. Деньги из Вашингтона потекли рекой, что очень сильно начало стимулировать рост этой оппозиционной и, честно скажем, террористической активности. Наша разведка пришла к выводу, что с каждым днем ситуация в Афганистане становится все более угрожающей уже для Советского Союза. Вот эти маджахеды, они уже просачиваются туда, к нашим южным рубежам, уже с задачей вербовать, соответственно, агентуру в наших среднеазиатских республиках, то есть уже дестабилизация полной ситуации начинается. Действовать надо было оперативно, ведь власть Бобрака Кармаля висела на волоске. Поэтому было принято решение о вводе войск, там выхода другого не было. Но быстрому вводу советских войск мешала строптивая омударья. Мало того, что сама по себе эта река – гигантский горный поток, так оказалось еще, что ее дно – это смертельно опасные забучие пески. Когда мы подъехали к урезу воды, посмотрели, что вроде бы как бы мелководная. Глубина воды была где-то около метра, метр десять. Нормально для гусенического плавающего транспортера. Вдруг слышу солдатик кричит мне, товарищ лейтенант, ПТС засасывает. Я оглянулся, смотрю, он где-то сантиметров на 60-70 его затянуло. И до такой быстрой скорости проходило его засасывание в песок, что мы или успели автоматы достать, там кое-какое снаряжение, и он полностью ушел в эти пески. К проблеме украшения омударьи с ее зыбучими песками мы еще вернемся. А сейчас постараемся понять, только ли возможная связь Амина с ЦРУ заставляла СССР вводить войска в далеком 1979-м. Почему советское руководство решилось на это, хотя военные докладывали о проблемах, с которыми наши войска столкнутся? Кто и как в итоге создал сверхнадежные крепления для стратегического моста? И при чем тут штопор? Покажем в ходе наглядного эксперимента. Секрет рискованной переправы. Можно ли с его помощью разгадать тайну ввода ограниченного контингента советских войск? Что делал в Афганистане танк с двигателем от реактивного самолета? Он миной оголял, в прямом смысле этого слова. И почему сейчас наших ветеранов в Кабуле встречают как уважаемых гостей? Мои боевые друзья выезжают в Афганистан, там встречаются. Офицеры армии США вернутся в Афганистан. Не смогут никогда. В конце 70-х американцы разработали комплекс мобильного базирования «Першинг-2», который имел на вооружении твердотопливную, двухступенчатую баллистическую ракету средней дальности. Такая летает максимум на полторы тысячи километров. Она была оснащена ядерной боеголовкой. Ее мощность могла достигать 80 килотонн. Для сравнения, мощность атомной бомбы «Малыш», сброшенной на Хиросиму, была в четыре раза меньше. Примерно 18 килотонн. Но в результате ее взрыва погибло 80 тысяч человек. Размещать «Першинги» блок НАТО собрался в Западной Германии. В районах городов Швейбешгмюнд, Некорзульм и Нойульм. Казалось бы, отсюда напрямую до Советского Союза этим ракетам не долететь. Но так ли случайно решение ввести войска в Афганистан было принято на следующий день после заявления размещения этих «Першингов» в Европе? И отчего многие военные эксперты считают, что два этих события тесно связаны между собой? Наши вынуждены были ответить 13 декабря, сразу на следующий день после решения НАТО об установке ракет. И мы окончательно приняли решение о вводе войск в Афганистан. С 1948 года американцы неоднократно предлагали Кабулу разместить на афганской территории базу ВВС США. И хотя афганские власти неизменно отвечали на такие предложения отказом, в 1979 году в Москве опасались, что американские ракеты все же появятся на этой земле. Открыто или тайно? Проблемой стало активное вмешательство в ситуацию США, которая стала поддерживать антикоммунистическую оппозицию и деньгами, и оружием, и созданием тренировочных лагерей на территории Пакистана. В аналитических записках внешней разведки КГБ говорилось, что вместе с маджахедами-исламистами в Кабул придут и американцы. В этом случае не исключено размещение здесь першингов, нацеленных на космодром Байконур. Расположение ракет под брюзье Советского Союза, это, считайте, на юге там, для нас была такая чреватая ситуация. Иначе, как самим, навести порядок в Афганистане времени и возможностей уже не было. Но был ли пожарный вариант ввода войск тайный даже для Генерального штаба Советской Армии? Ведь как иначе объяснить тот факт, что к переходу границы саперы были почти не готовы? Постоянно удерживать понтонную переправу через Амударью силами моторно-буксировочных катеров было очень рискованно и накладно. В связи с тем, что очень большая ширина была, 900 метров, для того, чтобы держать эту вот ленту моста, нужно было очень большое количество катеров. Запас топлива на тот момент был на 10 часов в каждом катере. После этого приходилось его дозаправлять, то есть выводить из этого, подплывать к берегу, где точка заправки была организована, дозаправлять, и он опять возвращался. Вы представляете, сколько топлива надо было потратить? Таким образом, мост становился самой дорогой переправой в мире, при этом нагрузка на него возрастала с каждым днем. Ведь помимо обеспечения советских войск, здесь потоками пошли грузы для граждан Афганистана, многие из которых жили буквально в 15 веке. Заходишь в дуканы, в помещения и так далее, ну, уровень средневековья, понимаете? Решение, которое нашли наши военные инженеры для укращения строптивы и Амударьи, оказалось очень простым. Проведем еще один эксперимент для того, чтобы показать, как именно удалось закрепить понтонный мост в зыбучих песках бурной реки. Это винтовой грунтовый якорь, прозванный в народе штопором. Например, любители экстремальных путешествий на квадроциклах используют такой в случае, если машину надо вытянуть из ямы. Штопор ввинчивают в грунт, причем за счет своей формы сидит он так крепко, что опорой может служить даже в очень зыбкой почве. Потом тросом соединяют квадроцикл и сам штопор. Чтобы понять, почему именно такую конструкцию выбрали для крепления моста в Афганистане, протестируем грунтовый якорь. Сможет ли он не только удержать тяжелый квадроцикл, но и вытянуть его из оврага с помощью домкрата. Как видно, опора очень надежная и с задачей справляется отлично. Такие якоря только больших размеров и позволили закрепить плавающие секции моста через Амударью в декабре 1979-го. К берегу вкручивались трубы металлические. Потом через участки, буквально где-то 15-20 метров, прикреплялись стальные тросы к этой свае, которая была вкручена в земле. То есть фактически переправа вот этими тросами была натянута. Выход нашли саперы ремонтной роты капитана Федорука. Винтовые якори анкера они изготовили сами. А вкручивали их в почву трособлочной системой специального военного краза. Но если переправу через Амударью наладили уже на месте, во многом лишь благодаря смекалке наших военных, то выходит, что решение о вводе войск в Афганистан действительно готовилось в спешке. Или же форсирование реки было единственной технической сложностью, которую просто не успели предусмотреть. За годы войны в Афганистане десятки тысяч наших солдат и офицеров были награждены орденами и медалями. А вот такую награду получили немногие из них. Это уникальная медаль за перевал Саланг. Он связывает северную и центральную части страны. Через него шло снабжение советского воинского контингента. Сотни тысяч тонн грузов. Но по какой причине перевалу была посвящена особая боевая награда? Надо подчеркнуть, что советской армии не приходилось ранее проводить столь масштабную операцию в высокогорных условиях, когда ключевую трассу можно легко заблокировать с помощью небольшого числа мин. Это был один из самых основных методов борьбы душмана против советской армии. Минеров с банформирования, их начали обучать. И обучали их как в самом Афганистане, школы были организованы, так и в сопредельных государствах. Это в Пакистане и в Иране. Преподаватели были со стран НАТО. Американцы, англичане, немцы и так далее. Готовили хорошо. Неудивительно, что потери именно в минной войне оказывали сильнейшее влияние на психологическое состояние советских войск. Фактор минной войны очень важен. Это чтобы у советских воинов появился страх минной опасности. То есть это очень сильный пропагандистский шаг. Никогда не знаешь откуда, когда, в какое время. Но каким образом, буквально через несколько месяцев после ввода войск, нашим военным инженерам удалось резко снизить потери от минной войны? Еще в годы Великой Отечественной войны, во время Курской битвы, великолепно показал себя минный катковый трал. Принцип его работы прост. К двум металлическим рамам подвешены несколько тяжелых прочных стальных колес, которые катятся впереди машины и, наезжая на мину, заставляют ее взорваться. Как правило, катковые тралы навешивались на танки. Обычные танки с тралами, ну, тот же танк Т-55, например. Но с началом минной войны в Афганистане выяснилось, что тралов у 40-й армии достаточно, а вот с их носителями, то есть танками, дело хуже. Их нужно было слишком много, и военные стали срочно искать замену. Это пришла идея штабу 40-й армии на разработку бронированной машины разминированной. Прототипом этой машины служил танковый эвакуатор БТС-4. Таким образом, во-первых, экономились танки. Во-вторых, БТС или бронированные тягачи средние – это более дешевые машины. Это прямо было в боевых условиях, то есть, можно сказать, нештатное использование инженерного вооружения. Означает ли это, что у Генерального штаба Вооруженных сил СССР просто не было времени в деталях продумать всю операцию? Или же скорость, которую утвердили введение БМР бронированных машин разминирования, говорит об обратном? Генштаб был готов к нестандартным оперативным решениям. Уже к концу 1980-го, всего через год после начала операции, в Афганистан стали поступать первые БМР. Такая бронированная машина разминирования не имела мировых аналогов. Вот эти машины были сделаны очень удачно. Они значительно ускорили скорость прохождения колонн. Но минный тральщик оставлял после себя довольно узкий и безопасный проход. Чуть больше ширины машины, к которой он крепился. Это всего лишь около 4 метров. Но это была не единственная разработка наших инженеров. В пользу того, что к войне в Афганистане все же готовились, говорит фото вот этого гиганта. На первый взгляд танк. Но зачем ему орудие такого циклопического калибра? Это действительно идея была грандиозна. Лишить минное оружие самого главного, маскировки. На деле на танковой платформе оказалась не суперпушка, а мощный турбореактивный авиационный двигатель от сверхзвукового истребителя. Пришла в голову идея использовать силу реактивного двигателя для того, чтобы просто сдуть маскировочный слой и тем самым обнаружить мину. Говоря проще по замыслу инженеров, мощный поток воздуха срывал маскировочный покров с мин, заложенных в каменистую почву. Он мины не обнаруживал, он их оголял в прямом смысле этого слова. А если ты знаешь, где есть тот противный, ты знаешь, как с ним бороться, и знаешь, с кем бороться. Поэтому это действительно была очень передовая идея для своего времени. Монстр, названный прогрев Т, полз вперед со скоростью до 3 км в час и очищал полосу шириной около 10 метров. Но после испытаний в Афганистане в Сирию все же так и не пошел. Недостаток был в том, что он в афганских условиях поднимал большущее количество пыли. Эта пыль оседала очень долго. Реактивные двигатели являются очень тонкой системой, которой необходимы тонкие настройки и очень бережная эксплуатация. То есть это нужны условия аэродрома, хорошей инфраструктуры, которые в элементарных полевых условиях просто отсутствуют. Но даже не ставший массовым прогрев Т свидетельствует в пользу версии, что у военных инженеров все же был заказ на противоминные средства защиты. И значит, к вхождению в Афганистан армия готовилась заранее. И сам ввод ограниченного контингента был продуман политически. Большую политику часто сравнивают с охотой, где прямому столкновению предшествует долгий этап изучения жертвы, а также ее выслеживания. Для охоты нужен недюжий ум, хитрость и, конечно же, требуются капканы. Как неоднократно признавались сами отставные американские политики, в конце 70-х годов правящая элита США решила устроить охоту на русского медведя. Так неужели именно Афганистан должен был стать для Москвы роковой ловушкой? Насколько правдоподобна версия, что помощь афганскому руководству для СССР обернулась политическим капканом? Бывший директор ЦРУ и бывший глава Миномороны США Роберт Гейтс в своих мемуарах «Выход из тени» признается, что американская разведывательная служба стала помогать маджахедам еще за шесть месяцев до ввода советских войск. Картер подписал директиву 3 июля 79-го года, то есть до ввода наших войск. Американцы туда стремились изначально, почему? Ну, это известно, потому что они хотели проникнуть к южным границам Советского Союза. Речь шла действительно о настоящей масштабной террористической войне. Збигнев-Бжезинский позже вспоминал. Президент Картер подписал первую директиву о тайной помощи противникам про-советского режима в Кабуле 3 июля 1979 года. И в тот же день я написал докладную записку для президентов, который объяснил, что, по моему мнению, эта помощь повлечет за собой советское военное вмешательство. По сути, своими действиями Америка провоцировала Кремль. Тот же Бжезинский в интервью французскому журналу «Ленувель обсерватор» признавался, накачка маджахедов оружием стала приманкой для советских ястребов. Эта секретная операция была блестящей идеей. Мы заманили русских в афганскую ловушку. Но тогда получается, что афганская ловушка была не единственной. Вот эта доктрина, ну, она потом при Рейгене особенно была, то есть давление на Варшавский договор, в Польше дестабилизация ситуации с помощью Папы Римского, которую специально посадили поляка, установка евроракет, и еще и с юга одновременно. То есть это была спланированная, скоординированная операция ЦРУ. Но только лицея РУ. Много позже, уже в начале 2000-х, всплыло сверхсекретное донесение агента израильской разведки МОСАД. Документ датирован 1978 годом. Вот что он писал еще за полтора года до ввода советских войск в Афганистан. Как только мы добьемся ввода советских войск в Афганистан, мы столкнем две сверхдержавы, которые станут решать нам свои сверхзадач. Наверняка произойдет раскол и среди арабов в оценке действий Москвы. Все сведется к выяснению отношений СССР с мусульманским миром. Над этим клубком и будет стоять, выгадывая свои интересы Соединенные Штаты Америки. Но над всем этим станет именно Израиль, добившись решения стратегических задач в своих интересах. Об интересах афганского народа среди всех внешнеполитических игроков при этом помнил только СССР. Именно благодаря помощи Советского Союза бытовая жизнь у южного соседа быстро стала налаживаться. Советский Союз построил более сотни промышленных объектов в стране за годы своего пребывания. Но являлись ли планы по строительству заводов, школ и больниц в Афганистане частью продуманной стратегии Москвы по спасению этой страны от влияния США? Или же этот природный альтруизм русских сыграл на руку Соединенным Штатам, которые вынудили Советский Союз тратить колоссальные средства на созидание, а сами вкладывались лишь в душманов? Они, конечно, направлены были в создание вот этих баз, поддержание баз, нацеленных на Советский Союз. Так или иначе, в год ухода из Афганистана советская армия совместно с афганскими силовиками контролировала почти всю страну. Власть президента Мохаммада Наджибулы, который сменил Бабрака Кармаля, была твердой. Войну Москва в Афганистане не проигрывала. Чему нельзя сказать о США, которые через 30 с лишним лет после СССР из региона не уходили, а с позором бежали. Им не удалось удержаться, их просто оттуда выгнали. Наши сами ушли, а этих выгнали. Когда вначале вводились войска, население встречало нас, вот, как говорится, все, они приветствовали все. Если приехали американские туда, допустим, спятназовцы, их точно бы расстреляли, понимаете? Советник в администрациях Буша и Обамы генерал Дуглас Льют признавался. У нас не было глубокого понимания Афганистана. Мы не знали, что мы там делаем. У нас не было ни малейшего представления о том, за что мы взялись. Таким образом, спустя 20 лет Соединенные Штаты сами угодили в яму афганского хаоса, которую старательно рыли для СССР. Чем обернулся для США Афганистан, куда они нагрянулись сразу же после падения башен-близнецов в Нью-Йорке. 20 лет непрерывных потерь, тяжелейших, в том числе и ночных боев. Десятки тысяч вернувшихся домой ветеранов с глубоким чувством вины. Да, ведь в отличие от советских воинов-интернационалистов, американцы ничего не могли рассказать своим близким о том, как они строили в Афганистане дороги, больницы или, например, школы. Ко всему прочему, в итоге, Соединенные Штаты на глазах у всего мира предали и бросили здесь своих местных соратников. На ум приходит русская пословица. Не рой другому яму, сам в нее попадешь. С вами была программа «Улика из прошлого». Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин